Второй день. Схема лечения тревожного синдрома. Опять-таки, это общая схема для среднего пациента. Вы исходите из принципа разумности и смотрите, до какой степени она вам подходит, до какой степени она вам нужна. Еще лучше сначала проконсультироваться у специалиста. Обращаю ваше внимание на то, что тревожный синдром, это не всегда страх, я чего-то боюсь. Нет. Итак, зачастую тревога как таковая, как психический синдром, как психическая жалоба отсутствует. Человек может жаловаться на то, что у него сердце колотится, воздуха не хватает, что у него какое-то неудобство, дискомфорт, переживание, какая-то вибрация, дрожь, прилива, озноба, вот какое-то такое нестабильное состояние. Собственно говоря, жалобы описаны в шкале депрессии и тревоги, и в процессе самооценки, вы не забывайте проводить самооценку, вы их фиксируете. Тем не менее, не забывайте, тревога это не обязательно только страх или тревога, это еще и ее соматические проявления, в том числе пресловутая вегетососудистая дистония, загадочный диагноз, который, тем не менее, продолжает выставляться. Если ВСД есть, то проверьте, нет ли у вас тревоги. И, исходя из принципа разумности, можете пользоваться нашей схемой для лечения тревожного синдрома. Не забыв прослушать презентацию три раза. Схема лечения тревожного синдрома. Информационный блок номер 13. Достаточно сложно одновременно и слушать устную речь, и читать презентацию. Поэтому я рекомендую вначале прослушать то, что я буду говорить, потом поставить паузу и внимательно прочитать содержимое слайда. Также обращаю ваше внимание на то, что использование презентации отдельно от материалов сайта mednauka.net практически лишено смысла. Итак, для лечения тревожного синдрома используются следующие препараты. Основная часть. Это успокаивающие препараты из растительного сырья, персен. Как мы говорили, используется для того, чтобы обеспечить успокаивающие действия и затормозить развитие, активность болезненных психических процессов. Дозировка от 1-2 до 2 таблеток три раза в день. Соответственно, одна или две таблетки на ночь при плохом сне. Данная информация является только информацией, не назначением и не рекомендацией. Это надо учитывать. При недостаточном седативном действии персена может быть использован препарат ценорезин. Он используется для усиления успокаивающего действия от 1-2 до 1 таблетки три раза в день. Необходимо учитывать, что при применении ценорезины возможно снижение артериального давления. Третьим препаратом группы является препарат афобазол. Атипичный транквилизатор, изолированный, воздействующий на тревогу. Несмотря на то, что из всех трех перечисленных препаратов именно он является специфическим для лечения тревоги, мы ставим его на третье место, поскольку при наличии тревожного синдрома крайне редко дело ограничивается только симптомами тревоги. Тем не менее, афобазол в комплексе с перечисленными препаратами может быть использован стандартное назначение 1 таблетка 3 раза в день, курс приема до 3 недель, хотя производитель указывает гораздо более продолжительные курсы, я бы рекомендовал ограничиться приемом в 3 недели. Также при нарушении сна, что тоже нередко встречается при тревожном синдроме, могут быть использованы снотворные препараты, такие как мелоксен или денормил. 1-2 таблетки на ночь, курс лечения до 2 недель, не более. Дополнительную часть составляют, в дополнительной части назначений при лечении тревожного синдрома можно использовать препараты витаминов группы В, например, нейромультивид, биологически активные добавки в зависимости от вашего возраста, пола, состояния, здоровья, и аминокислоту глицин по одной таблетке 3 раза в день под язык. Еще раз напоминаю, что вся представленная информация является только информацией, не рекомендацией и не назначением. Для более точных действий необходимо изучать материалы с сайта mednauka.net, а лучше обратиться за очной консультацией. Итак, основная часть лечения тревожного синдрома состоит из назначения следующих препаратов. Седативных препаратов из-за растительного сырья, таких как персен. При недостаточной седации и недостаточном успокаивающем действии персена можно добавить цинорезин, препарат, улучшающий кровоснабжение головного мозга. Дополнительно используется практически в любом случае афобазол, атипичный транквилизатор, обладающий изолированным противотревожным действием, и при нарушениях сна, которые часто встречаются, снотворный мелоксен или донармин. В дополнительной части используются препараты витаминов группы В, например, нейромультивид или мельгама, биологически активные добавки и аминокислота глицин по одной-три таблетки под язык три раза в день. Необходимо помнить о возможности возникновения аллергических реакций, нежелательных и побочных эффектов. Желательно проконсультироваться со специалистом. Спасибо за внимание. Следующий информационный блок номер 14.